1. Да уж, ежели не везет, так не везет совсем. Никогда еще поездка на ярмарку не была для Ингера настолько неудачной. Сегодня утром он, как обычно, приехал в Ланкарнак. Нынче был храмовый день, так что крестьяне из окрестных деревень с самого утра потянулись на центральную площадь города, а те, что из дальних, вообще приехали с вечера и заночевали прямо на оплаченных местах. Городские торговцы также занимали торговые ряды, раскладывая по прилавкам предназначенные на продажу товары. Конечно, ярмарки в Ланкарнаке устраиваются каждый десятый свет, но столь большая, как сегодня, случается только по храмовым дням. И если окрестные крестьяне всегда могли продать свой товар на какой-нибудь малой ярмарке из тех, что бывают на десятый свет, то жители дальних, у самого края мира, деревень, откуда до Ланкарнака надо было добираться целый свет, или даже свет и темень, как правило, появлялись только на храмовые дни. Впрочем, Ингер, несмотря на то, что до его деревни было, в общем-то, рукой подать, предпочитал также появляться только на больших ярмарках. Он всегда имел прибыль. А зобых конкурентов у Ингера не было. Но не считай же конкурентом толстяка Кабиба, который жил еще ближе к городу практически сразу за стражной будкой. Он бы непременно поселился по эту сторону будки, но только заниматься кожевенным ремеслом в городе не дозволялось. Еще бы. Когда кожи дубеют в чанах, от чанов распространяются такие запахи, что у неподготовленных прохожих желудок наизнанку выворачивает. Так что Кабиба непременно выставлял свои кожи на продажу на каждой ярмарке. Но знающие люди уже давно предпочитали не связываться с товаром Кабиба. Потому как получить от толстяка качественный товар можно было только при большой удаче. А цену он драл нещадно. Как можно было испортить добрые шкуры, Ингер не догадывался. Возможно, Кабиба во время выделки кож частенько прикладывался к бутылке или даже выливал веселящую влагу в дубильный чан. Хотя сердце Ингера восставало против такого разбазаривания пьянящего напитка. Потому что никак иначе объяснить результат его усилий невозможно. Но как бы там ни было, знающие люди уже давно поняли, что брать кожу у Кабиба себе в убыток. Поэтому, если не было острой нужды, большинство предпочитало дождаться храмовой ярмарки и прикупить кож у Ингера. Так что обычно к обеду тележка кожевеника была пуста. А Кабиба, благоухая дешевым кислым вином, громко вопил, призывая стражников остановить разор и защитить добрых мастеров. За что частенько получал по толстой складчатой шее. Обычно. Но только не сегодня. Сегодня почему-то все складывалось по-другому, хотя никаких предпосылок для этого не было. Собственно, Ингер не мог даже в уме завернуть такую фразу. Предпосылок не было. Он, как и полагалось представителям его сословия ремесленников, не вполне сносно владел языком. Да вообще, кажется, был не очень умен. Так, во всяком случае, утверждает сельский староста Богба. Но, вне зависимости от всего выше перечисленного, как важно говорил тот же староста, Ингер никак не мог продать сегодня свой товар. Покупатели проходили мимо него прямо к Кабибу, и на глазах озадаченного Ингера покупали тот же товар, только худшего качества и по более высокой цене. К чему бы это? Здоровяк-ремесленник прогулялся до воза Кабиба, пытаясь понять, что за товар тот привез на ярмарку на этот раз. Но нет, все было как всегда. Кожа Кабиба выглядела так, будто готовы были расползтись в руках, да и воняли, как обычно. К полудню, продав едва ли не полдюжины кож случайным покупателям, он решил пойти к распорядителю торгов и узнать, не выдали ли ему желтую карту. Желтая карта полагалась недобросовестным торговцам, поставлявшим плохой товар или пытающимся не заплатить налог в доход города. Ингер ничего подобного за собой не числил, но мало ли накладок, а человеку вообще, как известно, свойственно ошибаться. Однако он не успел осуществить свое намерение. К нему подошел стражник. Ингер знал этого типа уже давно и так же давно усвоил, что самое лучшее не обращает на него внимания. Тот был нудлив, привязчив, туп, но какое-никакое начальство. Так что не пошлешь. Лучше делать вид, что просто не замечаешь. Но сегодня стражник просто заставил себя заметить. Он носил идиотское имя Хербург. Брятцая длиннющей до земли саблей в обшарпанных ножнах, время от времени звяковших о вымощенную грубым камнем дорогу, он приблизился к Ингеру и выцедил сквозь желтые лошадиные зубы. Как торговля? Да так, неопределенно ответил Ингер, не понимая причины внимания стражей ярмарки к своей скромной персоне. Обычно он не заслужил никаких знаков благоволения, помимо мимолетного деревенщина. Очень хорошо, сказал Хербург. Эта скотина была явно чем-то довольна. Стражник поправил саблю и выставил бок, на котором эта сабля болталась. Оружие было гордостью Хербурга. Сабля полагалась ему как начальнику стражу, у прочих были только палки. Да еще пара копий на всю братью, причем копья большей частью использовались как те же палки. Очень хорошо, повторил Хербург. Ну, а налог на торговлю ты, конечно, не заплатил. Отчего не заплатил? Заплатил. Так, значит, нарушал правила, установленные малой хартией частной торговли. Отчего нарушал? Не нарушал, покорно ответил Ингер. Стражник почему-то обозлился, его рожа пошла красными пятнами. Он замотал лохматой башкой, на которой с ловкостью собаки, оседлавшей забор, сидела внушительная шапка из ослиной кожи. Тут же на всю ярмарку раздался дикий крик. Да что ты такой плетешь, паразиты, выкидыш ослицы? Почему же в таком случае ко мне сегодня в стражное помещение зашел господин Ревнитель? Да-да, сам господин Ревнитель из храма Благолепия. Он сказал, чтобы я взял тебя... Хербург со скрежетом почесал в затылке, припоминая сложное для себя выражение, которое употребил Ревнитель. Вспомнил. Чтобы я взял тебя на заметку. Вот так. Гордой собственной памятью и интеллектом стражник Хербург внушительно прокашлялся. Ингер вылупился изумленно. Господин Ревнитель? Хербург побагровел. Да ты что, деревенщина, мне не веришь? Мне? Базарному стражнику? Опоре порядка и стражу достоинства? Не веришь? Нет-нет, что вы, господин стражник, я никогда. То есть и в мыслях не было? Забормотал Ингер, лихорадочно раздумывая над словами стражника. Что ж, теперь утренние убытки вполне объяснимы. Хербург, с утра слегка приняв на грудь, не применил поделиться фактом и естественным содержанием своей беседы с самим Ревнителем со всеми окружающими. Еще бы. Если уж с Хербургом заговорил сам господин Ревнитель, ох, такое нечасто случается. А новости на рынке распространяются молниеносно. Вот местные люты поостерегся. Мало ли, Ревнители просто так никем не интересуются, так что того и гляди. Только с чего Ревнитель заинтересовался Ингером? Что он такого натворил-то? Кожевинник торопливо вытер мгновенно взмокший лоб. Между тем стражник продолжал разоряться. Наверное, ты бунтовщик, или того хуже. Хербург огляделся по сторонам и, оценив собравшуюся толпу, выдохнул скаля зубы, старательно выговаривая слова. Еретик. А знаешь, что бывает с теми, кто впускает в себя скверну? Конечно, знаешь. Слова еретик и скверна вряд ли входили в лексикон милейшего стражника Хербурга до этого дня. Скорее всего, ярмарочный охранник сам до смерти перепугался, увидев перед собой грозного храма у Ревнителя, и со страху выучил все слова и понятия, которыми оперировал нежданный визитер из храма Благолепия. Значит так, Хербург макнул рукой. Мне велено за тобой присмотреть. Забирай весь свой товар и идем в стражное помещение. Там сдашь товар на хранение, пока мы не разберемся с твоим делом. Ингер тяжко вздохнул. Ну раз не везет, то не везет. Ох, и так торговляшки никакой, а тут чего уж там, совсем с товаром расстаться придется. Каждому известно, стоит чему-то попасть в стражное помещение, можешь с этим распрощаться. Ингер вздохнул еще раз. Теперь верный припас вот не прикупишь, и с пальцем берла в мирской предел храма не сунешься, не на что. А куда деваться, против власти не попрешь. Если уж тут каким-то боком затесались храмовые ревнители, то ноги бы унести. Это Ингеру вбили в голову с малых лет. С храмом благолепия не пошутишь и прощения не вымылишь. Господа ревнители, это такая силища. Не говоря уж о том, что в ревнители подбирают парней на вроде самого Ингера. А Ингер, как настоящий кожевенник, обладал атлетической фигурой, мощными налитыми силой плечами и такими же мышцами, которые прорисовывались даже под его бесформенной, нях, какое ясное дело, из недорогой ткани одежды, в нескольких местах заплатанные, грубо выделанные кожей. Не козистые, но очень прочные. Так вот, ревнители еще и обучают так, что аж жуть, припомнил из уроков детства несчастный кожевенник. Идем. Они прошли между рядами лотков, на которых приехавшие на ярмарку расположили свой немудренный товар. Как и полагалось, ярмарочный торг производился громогласно, с многочисленными и увлекательными спорами, даже с переталкиванием между продавцом и его потенциальным покупателям. Кое-где доходило до вполне осязаемых потасовок. Впрочем, практически сразу же буяны били по рукам и договаривались, ибо буянить на рынке выходила себе дороже. Ушлые стражники быстро наводили порядок, попутно взимая штраф за нарушение порядка на торгах, ну и слегка облегчая прилавок торговца. Но что примечательно, везде, где бы ни проходили стражник Хербург и его незадачливые жертвы, споры и перебранки тотчас смолкали. Словно чья-то большая властная рука стирала улыбки и энергичные гримасы с лиц самых завзятых торгашей и буянов, закрывала рты, умеряла жесты. Большинство пугливо подозрительно косилось на Ингера и его товар — повозку, изрядно нагруженную кожами, которую тащил откормленный осел. Ингер собирался продать и его, и повозку, чтобы не гонять животные порожняком до своей деревни. Теперь, видно, не придется, и упитанный лопоухий бедняга достанется кому-то из этой ненасытной братья ярмарочной стражи.